друзья сегодня я хотел бы с вами затронуть очень интересный момент предельно интересный и вот знаете прежде всего я вам скажу следующее примерно лет 7 тому назад когда я приступил к работе над своей монографии группы крови пятая форма жизни которая уже вышла в свет который многие из вас уже читали когда я приступил к работе над этой монографии то мне а выполнял я эти работы там в институте эволюции ран то мне руководство этого института сказала что очень не любят они работ по человеку в связи с известными проблемами всеми этими которые могли бы там встретиться но вы сами понимаете там расовые этнические вот эти все проблемы очень не любят ученые не любили в то время это было 7 лет тому назад может быть сейчас позиции поменялось так вот они мне предложили чтобы я своей работе более упор сделал на изучение животных то же самое по группам крови я тогда помню что я вам уже говорил что я тогда ну как-то это воспринял не очень потому что ну мол вот меня вот отсылают каким-то животным я же хотел по человеку а время прошло время прошло когда уже книга была выпущена и я удивился что и согласился со своими этими руководителями более мудрыми как оказалось я согласился с ними в том что оказывается если расширить свой горизонт не только по человеку но еще и по животным и вообще по растениям и еще шире то есть максимально охватить биологическую нашу часть нашей жизни то тогда придешь к удивительным результатам которые будут гораздо более точными чем например какие-то выводы по какому-то конкретному человеческому племени и вот сейчас меня посетила интересная мысль я над ней начал работать интересно может быть вы какие-то наблюдения свои напишите это тоже было бы очень тоже здорово а тема она вот какая я вам как-то в одном из своих фильмов рассказывал что у человека состоялось такое изменение оно заключается в изменении своего взгляда на окружающую действительность раньше до 15 16 века человек обладал обратно перспективным взрением взглядом а после 16 века когда декартова система координат была придумана человек постепенно за пару сотен лет перешел на прямую перспективу который сегодня и пользуется чтобы вы понимали и могли это все про инспектировать я вам напомню что например старые 16 17 даже отчасти века различные летописные вот эти своды они нарисованы в обратной перспективе это значит когда фас то есть ближняя к вам часть предмета она кажется маленькой а дальше идет расширение а сейчас у нас сейчас у нас прямая перспектива когда вот эта же часть она остается такой же а туда назад идет сужение в одну точку те кто знает черчение мне сразу понимают о чем я говорю те кто не знает черчение я вам просто вот пример приведу когда вы смотрите на горизонт туда вдаль то постепенно весь горизонт у вас сужается в одну точку и поэтому художники чертят вот эти свои линии исхода в горизонт это обозначает технологию изображения прямой перспективы вот что у нас сегодня ну а до этого еще раз скажу была обратная перспектива когда задний план становился большим огромным по отношению к самому предмету который вы разглядываете он как бы размывался и уже при такой перспективе при обратной перспективе мы не могли видеть в те годы солнце потому что она не собиралась в единый момент такой в единое тело она выглядела как пылающие небеса горящие небеса а после 16 18 веков солнце мы видим с вами вот таким какое оно есть поэтому когда я вам говорил и когда ветхий завет пишет что солнце было сделано недавно недавно может быть и я и они или они и я мы имеем в виду то что солнце раньше было нами воспринималось в обратной перспективе а сегодня в прямой перспективе и мы сегодня видим это как точечный объект а раньше мы видели солнце как пылающие небеса и если бы нам сказали что посмотри какое маленькое кругленькое солнце мы бы его не увидели но естественно работает эта вся система и обратной перспектива и прямая перспектива на возможностях нашего мозга мозг получает от датчиков через глаза определенные сигналы которые он обрабатывает и выдает нам туда дальше в свои эти памяти он выдает уже готовый результат который выдается в виде картинки какую картинку мы видим так мы и воспринимаем окружающий мир так вот об этом написано большая монография флоренским еще в начале 20 века он много сил потратил на описание исследования именно вот этих перемен обратного и прямого воззрения на природу ну и самое главное что как не вертись но в человеке и у человека и с человеком такое случалось оно случилось вот я вам еще раз повторю чтобы вы запомнили эту дату в шестнадцатом тире семнадцатом веках иногда называть пятнадцатый но это уже так может быть самое начало есть даже такая знаете тема что якобы это какие-то будущие религиозные деятели придумали вот такое воззрение в 15 веке целый век она находилась в секрете и только потом когда оно вышло из этого секрета это мировоззрение прямая перспектива которая начала пробивать себе этот самый путь вот она начала использоваться уже всеми но вы понимаете что новшество такого порядка всю землю завоевывали достаточно длительное время если уж их скажем так открыли и держали в секрете сто лет то представляете сколько лет потребовалось на то чтобы прямая перспектива достигла всех уголков нашего мира так или иначе все люди сегодня обладают прямой перспективы и вот что интересно с одной стороны у нас да есть вот этот зафиксированный переход из обратной перспективы впрямую и да действительно сегодня если мы например идем и общаемся с любыми папуасами древние амазонки которые впервые увидели белого человека в этом случае мы видим что они обладают прямой перспективой то есть получается так что не зависит от самого народа и от папуасности его или может быть какой-то принадлежности каким-то очень диким народом не зависит ситуация с прямой перспективы сегодня все все народы обладают прямой перспективы и вот тогда возникает вопрос первый раз возникает вопрос а почему собственно в пятнадцатом шестнадцатом веке вдруг человечество перешло на прямую перспективу почему до этого то была обратная с чем это было связано это первый вопрос а второй вопрос из этой же копилки почему до шестнадцатого века все народы обладали обратной перспективой ну как утверждается по крайней мере мы же теперь проверить то не можем а вот заново когда они перешли уже через шестнадцатый век вдруг все народы стали обладать этой самой прямой перспективы и уже все папуасы которые обнаруживаются в наше время они каким-то чудом сразу рождаются не с обратной а с прямой перспективы я над этим долго раздумывал потому что надеюсь и думаю серьезно думаю что в этом есть какая-то соль и какая-то причина почему это было тогда так все рождались с обратной а сегодня с прямой все рождается независимо от трущоб в которых они жили значит в этом есть какая-то система в нашей игре если раньше игра предполагала что люди все обойдутся вот с такой перспективой то сегодня наша игра только одну перспективу и устанавливают только прямую и вот это самый интересный момент почему почему такие изменения состоялись в нашей игре это второй вопрос ну и вот третий вопрос теперь самый интересный почему я начал с института эволюции ран потому что сегодня теперь я по привычке обращаюсь всегда к животным и к растениям и мы у них находим что прямую перспективу я вам уже делал ролик и еще как-нибудь его даже повторю о том как подсолнухи следят за солнцем когда они конкретно вращаются и опыты такие были учеными поставлены и они это все зафиксировали то есть подсолнухи видят солнце как точечный объект и за ним за ним поворачивают свои вот эти большие корзинки то есть получается что у подсолнуха зрение в прямой перспективе видит по крайней мере наше солнце зрение естественно у него есть раз он поворачивает за солнцем просто чем он видит там глазами или может быть какими-то другими формами это дело десятое но мозг подсолнуха он обрабатывает весь сигнал который к нему поступает и выдает его в прямой перспективе в прямой перспективе и тут я вот недавно подумал и стал замечать подсматривать за животными кошками собаками и что интересно кошки и собаки и все остальные животные вы наверное тоже в не раз убеждались тоже пользуется прямой перспективы прямой но во-первых хищные само собой потому что им надо каким-то образом нацеленно прыгнуть на эту и догнать эту самую дичь добычу чтобы ее съесть иначе бы они не поели бы если бы у них была обратная перспектива представляете они бы цель эту не могли в свой перископ поймать и не смогли бы на нее правильно охотиться также и птицы когда сверху они смотрят за мышом например хищные птицы они эту мышь видят в своих вот этих перекрещивающихся лучах которые позволяют им охотиться точно на эту мышь если была обратная перспектива то эта мышь бы у них расползалась своим изображением на все это поле над которым они летают и естественно они бы при таких условиях не поймали бы эту самую мышь и у всех животных такая собственно перспектива сегодня и вот теперь мы давайте проанализируем эти три вопроса дело в том что на человеке это зафиксировано это зафиксировано рисунками самого человека но того самого 15 16 века этих рисунков море разливенное и с другой стороны все животные и новые современные люди современные имеется ввиду те кто открыт сегодня в наши века которые являются и папуасами и жителями африки и любых других стран сторон света у них все равно уже предустановлена прямая перспектива получается что из всех этих совокупных данных я сразу вам делаю свой вывод что человек в древности был каким-то другим до 16 века он обладал обратным своим вот этим воззрением обратной перспективой и совершенно для него мир был ну вообще совершенно другим я даже не знаю с чем это связать но может быть это была какая-то такая игровая стадия а в 16 17 веках наши с вами земля весь наш мир стали переходить на другие концепции игры и не только человек стал переходить у которого поменяли мировоззрение на прямую перспективу но стали выпускаться все дополнительные гаджеты растений и животные и тому подобные вот они стали выпускаться заново впервые при прямой перспективе и уже всегда теперь с тех пор 16 века 17 выпускается только с прямой перспективой форм растений и животных обладавших обратной перспективой нет это значит что до 17 века не было ни животных ни растений как это объяснить с одной стороны я вам уже говорил опираясь на ветхий завет на книгу бытия в которой четко сказано для всех кто верует не верует и для всех кто и светский потому что я вам тысячу раз говорил что многие президенты кладут кляясь на свою должность новую заходя они кладут руку на ту самую библию значит это достоверный источник по крайней мере вот с таких позиций уж я не знаю как кто к нему относится но вот с государственных это считается достоверным источником поэтому те кто на нем клянуться должны исходить из него иначе тогда клятвий грош цена поэтому там написано что бог сделал солнце и луну для освещения для подсчета дней тема с подсчетом дней возникла только недавно по официальной версии это 1582 год или восемьдесят девятый зависимости от календаря а по обычной версии вот у нас в россии только в 1918 году перешли на грегорианский календарь то есть получили себе новый календарь грегорианский то есть солнечный солнечный а предыдущий был якобы лунным так вот к чему я все это веду к тому что все совокупности наших данных включая теперь еще и обратную и прямую перспективу у животных людей и у растений показывает что наша игра была создана примерно где-то в пятнадцатом шестнадцатом веке как я и говорил в своей концепции ультра короткой истории сначала это было развитие только людей и только с обратной перспективой а после того как перешли на прямую перспективу а после него создали солнце солнечный календарь который следует по солнцу и потом уже всех людей старых перенастроили на прямую перспективу то есть чтобы они могли видеть это солнце который являлась богом а уже потом засадили наши территории растениями по этой причине у нас сибирь вся была лысая голая и сегодня остаются все эти пустыни тоже лысыми голыми просто до них еще не дошло терроформирование еще те самые боги не успели улучшить их территорию ну и животные тоже стали выпускаться только последние пару веков только с прямым своим мировоззрением с прямой этой самой перспективой так что вы дорогие мои зрители видите что вся ситуация складывается таким образом что наука геологическая другая она не совсем верна в своих подходах к образованию мира и его хронологии ультра короткая история и ее теория она гораздо более правильно описывать все существа которые с нами случились и еще раз подчеркну что вывод напрашивается один что где-то примерно в семнадцатом веке человек впервые стал человеком вот такой формы как мы сегодня ему были дадены для еды питание животные и растения как пишется об этом книге бытия это сообщается напрямую и естественно вот с этого момента восемнадцатого девятнадцатого века человек стал развиваться а в девятнадцатом двадцатом веке уже стал материальным как вот мы сегодня вот такая короткая наша история но она правильная я конечно понимаю психологическое желание удлинить свое существование на миллиарды лет и тем самым как бы успокоить свое эго но мы должны с вами понимать истина все-таки дороже если мы будем правильную историю свою знать что это действительно всего лишь 500 лет то есть всего два периода планеты плутон вот за это время мы с вами развились вот до такой стадии у нас есть еще возможность прожить два периода таких плутонианских то есть всего 1024 года как и предусмотрено это двоичной системой которая и управляет нашим искусственным миром потому что каждый разум каждый разум работает у того или иного существа на двоичной системе это все давно уже всем ясно поэтому если кто-то хочет более глубоких данных об этой ситуации я их изложил во всех своих практических книгах ну например явление земли там описано рождение и само вот это вот развитие нашей планеты подробнее я это все изложил в бегущий по лезвию 2053 я там показал все эти стадии подробно и в других книгах вы тоже это найдете в том числе и в метафизике климата земли впервые я все эти периоды все эти возможности показал вот в этом развивающемся своем творчеству я и показал нашу ультракороткую историю и честно говоря чем больше фактов я собираю тем больше фактов ложится в ее доказательство длинная гипотеза официальная геологическая шкала времени она не подтверждается ничем и и и и